С местными чиновниками многодетная мать Татьяна Шатрова пытается договориться не один год. В квартире, где она живет с родителями и тремя детьми, нет газа. Однако ее соседи этим благом цивилизации пользуются уже давно. Глубое топливо в дом проводили в 2012 году. Тогда все собственники квартир подключили газ за свой счет. А вот семья Шатровых из девяти человек, которая живет в муниципальной квартире, все эти годы слушает обещания местных властей. У нас глава, главинское сельского поселения отвечает, что нет денег у них в администрации. Просто не знаю, правда, как с ними разговаривать уже на эту тему. Я с ним и ругалась, и по-хорошему. Я не могу вообще с ним даже нормально разговаривать. Отапливают трехкомнатную квартиру Шатровой дровяным котлом, но его тепла не хватает. Из-за постоянной влажности и холода дети часто болеют. У старшего сына Татьяны бронхиальная астма, а маленькая Вероника из-за простуды почти не ходит в садик. Стена в детской комнате в сильной холода промерзает, а в сырую погоду покрывается плесенью. Целый день, я говорю, у меня просто бывает дома никого нету, и дети приходят, дома холодно очень. Просто из-за этого дети болеют, и ночью тоже никто не отапливает. Ночью же не будем сидеть возле котла, и ночью никто не отапливает. И утром встаешь, очень холодно. В прошлом году из администрации пришел ответ – газ проведут в 2015 году. Но на дворе почти 2016-й, а теплее в квартире так и не стало. Правда, в прошлом месяце дело все же сдвинулось с мертвой точки. Местные власти выделили 60 тысяч рублей на оборудование. На эти деньги Татьяна приобрела газовый котел и батареи. Но теперь семья Шатровых не понимает, что же делать дальше. Ведь нужно подключаться и оформлять документы. И на это денег у них нет. А в администрации, по словам Татьяны, помогать им не хотят. Однако глава Головинского сельского поселения говорит об обратном. В присутствии нашей съемочной группы он заявил, что газ у Шатровых обязательно появится. Причем в самое ближайшее время. Документы представляются, которые обозначены. Она в курсе, какие документы необходимо представить. И до Нового года мы оплачиваем. И в Новогодние праздники, мы практически, или сразу после Новогодних праздников, мы сможем сделать, так сказать, азофицировать. То есть ввод сделать, значит, подсоединение оборудования, которое закуплено уже, да, врезку в систему отопления. Ну и ленточку перерезать. По словам главы поселка, они с Шатровыми просто не смогли понять друг друга. О том, что все расходы по подключению газа оплатит администрация, семье он говорил лично. Татьяну глава попросил лишь заняться оформлением необходимых документов. К тому же Валентин Кутковский рассказал, что с газификацией муниципального жилья в Головиной дела вообще пошли в гору. В следующем году на эти цели в бюджете заложен миллион рублей, что позволит подвести голубое топливо в семь квартир. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал.